В течение дня перетряхивания костей главная обязанность покойников – молчать да слушать, с чем они обыкновенно отлично справляются. На Мадагаскаре нет ничего даже отдаленно похожего на вудуизм с его культом бродячих мертвецов и выплескивающегося из могил зла. Нет, малогасийские мертвецы спокойны, дружелюбны, участливы. Фомадихана в том и состоит, что родственники на перебой делятся с мумией радостями и горестями. Рассказывают о детских шалостях младенцев, забавляют мертвых житейскими анекдотами и так далее. К праху обычно подходят гурьбои, потому семейная хроника минувшего года напоминает галочи-галдеж. Хотя торжественности момента больше подходило бы что-нибудь вроде грузинского многоголосья. Где же ты, моя сулико? Без тебя здесь так весело и легко. Политика-воспитательный момент тут важен. Молодежь и подростков приучают уважать предков, а также понимать свое место в веренице членов патриархального семейства. В цепи, что из мглистого прошлого тянется в туманное будущее. Покойник тем временем в процессе вальсирования с ним превращается в божество. Вернее, в составную часть этого божества, которое называется розан. Перед повторным упокоением саван делят на сотни кусков. Такой лоскут лечит от бесплодия и вообще прекрасно устраивает дела смертных. Незаменимая в обиходе вещь, короче. И вот покойник вновь упакован в домотканную пропитку и опять отправляется в склеп. Теперь уже на 7 лет. По истечении этого строка он утрачивает всякую связь с миром бренным. Таким образом, выходит у всякого покойника на Мадагаскаре два бенефиса. Первый – переходный, второй – прощальный. Удивительное дело, но это языческое безумие церковью просто не замечается. Туземцы, что дети. Христова невеста к ним снисходительно. В точности также Ватикан спокойно принимает Санта Муэрте – мексиканскую святую смерть. И гаитянский вудуизм католиков не коробит. В Порто-Пренсе барон Суббота и Жезю Кри – совершенно равноправные в административном отношении святые. С чего бы малогосейцам обнаруживать большую религиозную нетерпимость? Тем паче, что терпимость тут в основе житья-бытия. Островитяне – они представители двух рас. Негры являются автохтонами и заселили этот клок земли чуть не вместе с лемурами и баобабами. А 15 веков тому назад Мадагаскар колонизировали азиаты, расово близкие малайцам. И вот живут с тех пор черные с красно-желтыми, как водка с мартини. Сболтанные, но не смешанные. Бок о бок, но без перекрестных браков. Это может показаться невероятным, но существует вполне достоверный исторический анекдот. Здесь вот, на священном озере, расположенном неподалеку от города Маджанга, вполне могли полеживать бы сейчас представители вельможного мадагаскарского панства, потягивать выборову, обсуждать подвиги великих предков при Грюнвальде и проклинать москалей, ненависть которым единственно и наполняет жизнь смыслом. Либо под этими деревьями могли полеживать недвижные, как мумия, кибуцники. Ветер бы лениво трепал их пейсы, а сами бы они думали лишь о том, как бы не совершить нечто, что можно расценить как работу, и не оскорбить тем самым того, чье имя нельзя называть. В конце 30-х Лига наций вполне серьезно обсуждала возможность либо колонизации северного Мадагаскара поляками, либо создания здесь нового Израиля. Но, правда, началась Вторая мировая война, и, соответственно, эта идея умерла сама собой. Об этом, однако, в следующий раз.